Сегодня я предлагаю поговорить о том, что такое рейки, непосредственно это слово. Вы слышите, да, рейки. В этом одном слове, в этом одном названии есть два сочетания, два слова. Это рей и слово ки. Если мы возьмем с вами эти иероглифы, то вы увидите, что раньше, до 20-х годов прошлого века, рейки писали таким образом. Сейчас рейки пишут вот так, потому что в 21-м году в Японии было новое правило орфографии, правописание и поменялся иероглиф. То, что он поменялся, это цельный один, это цельный один, и это цельный один. В принципе, это один и тот же иероглиф, только по-разному он пишется. Но я вам давайте расскажу, что такое рейки на примере старого написания иероглифа, потому что здесь более наглядно и как-то, ну, тут очень так каллиграфично написали, да, и немножечко размазано, размыто, и трудно отделить одно от другого. Поэтому мы с вами займемся вот этим символом. Вот, это один такой общий символ. Есть верх, верх это рей, и есть низ, это ки. Два вот этих иероглифа. Сейчас мы с вами разберем верхнюю часть иероглифа. Обычно я на доске это пишу, но так как у нас доска такая малюточка, такая уже занята, это будет на листочках. Мы с вами разберем иероглиф первый, иероглиф рей. Этот иероглиф, как вы видите, состоит из трех частей. Я специально их раз двинула для того, чтобы было видно. На верхней части вы видите изображение неба. Сашу, дай ручку, пожалуйста. Вы видите изображение неба. И небо, оно имеет облака. А если в небе есть облака, значит что есть? Значит есть дождь, значит есть осадки. Ну, в Японии, как правило, снега нет, это дождь. Раз есть дождь, то для японцев это большое благословение, потому что если есть дождь, то есть жизненная сила, жизненная энергия, это источник жизни. Поэтому вот эту верхнюю часть мы можем перевести как источник жизни. Дальше вы видите три таких фигуры, похожих чем-то на квадраты. Если мы берем один квадратик, то это означает рот, наш рот, или говорить. Если мы берем два квадратика, то это уже получается какой-то диалог, какая-то беседа. И если мы берем три квадратика, то это уже получается в данном контексте молитва. То есть у нас получается второй символ молитва. И берем третий нижний символ, он изображен в виде трех горизонтальных линий, которые пересечены одной вертикальной линией. Это что значит? Это значит, что человек, он находится между небом и землей. И вот этот вот символ, как говорят японцы, его невозможно понять головой, невозможно понять умом. Его можно почувствовать только сердцем. Если вы его будете чувствовать сердцем, то вы можете пережить такое состояние, что вот этот символ Рей, это некое божественное чувство, которое вызвано ощущением единства тела и духа во время молитвы, обращенной к источнику жизни. Вот это значение символа Рей. И следующий символ, это символ Ки. Символ Ки состоит из двух частей, верхней части и нижней части. Мы их можем рассмотреть даже по отдельности. Если мы возьмем с вами верхнюю часть, то мы видим здесь некоторые осадки, которые спускаются из облаков на землю. Как я говорила, это благословение для всех японцев. Это, если есть осадки, то есть пища. Если мы посмотрим на этот иероглиф по-другому, снизу вверх, то получится, что это пар, который поднимается в небо. И если мы возьмем еще одну часть, еще одну символа, то здесь мы увидим рис. Это означает иероглиф рис. Что такое рис для японца? Рис для японца – это жизнь. Если есть рис, то есть питание. Значит, он кушает, значит, он живет. Для него это основа. Они все выращивают рис. Скажем так, это основная пища. Она испокон веков у них, скажем так, как жизненная основа. Если мы соединяем эти два иероглифа, то мы видим, что осадки сниспадают на рис. Рис растет. А если мы посмотрим снизу вверх, то рис, от риса идет вверх пар, то он варится. То есть опять приготовление пищи. То есть можно сказать, что вот этот вот иероглиф ки означает некую жизненную энергию. То есть ки – это жизненная энергия, это энергия, которая дает жизнь. То есть если мы возьмем символ Рейки и посмотрим на него целиком, то у нас получится, что Рейки – это некая энергия, вот она, некая энергия, которая определяет божественный миропорядок. Вот это значение слова Рейки. То есть Рейки – это энергия, несущая божественный миропорядок. Если разобраться в этом символе, то можно увидеть очень большую глубину, что стоит за Рейки. Здесь вложено как раз, вот эту зорочку, здесь вложено и значение этого слова, и значение вообще Рейки, с чем вы работаете, что это за энергия. Уже видно, что за возможности дает. Здесь у нас был и дух, и тело, здесь у нас и эмоции, и наш ум. То есть это все включает в себя Рейки. Рейки. Продолжение следует...